Здарова! Короче, количество вещей в моем доме превысило все мыслимые и немыслимые количество, и походу в ближайшее время я буду от всего этого дела максимально избавляться. Но когда-то очень давно, когда, собственно, это случилось впервые, проблему решил я очень просто. Я просто большую часть вещей выкинул нафиг на балкон. Ну, то есть это вещи, которые не страшно оставить в холоде или в жаре, то есть им ничего не произойдет. Сейчас у меня большинство вещей таких, что их на балкон не выложишь. Ну и в целом вещи такие, которые, ну, хрен его знает. Короче, хочу вам показать свое новое приобретение, которое на данный момент, наверное, одно из центральных. Ввиду всего, что произошло в последнее время. Короче, где-то с месяцок назад, может быть, даже два, меня дико переклинило. Вот, в спине. Я вообще ходил, короче, загнутый. Не знаю, чудом, короче, более-менее оклемался. Короче, я купил себе шведскую стенку. Чтобы вы понимали, толщину, короче, вот этого квадрата. То есть это практически мой палец, ну, там, без фаланги, наверное. Вот. И по толщине тоже, как бы, немало. Короче, где-то лесенка, это, наверное, килограмм на 200, может быть, чуть больше. Я вам хочу рассказать, сколько мне это стоило. Короче, я смотрел ценники, что в среднем шведская стенка, ну, вот под такую нагрузку, стоит где-то от 10 до 15. Турник где-то в районе трех с половиной пяти, и брусья где-то в районе четырех до семи. Ну, по скамейкам там вообще, короче, ну, вот у меня скамья. Ну, короче, там тоже где-то в районе, короче, пяти-шести тысяч за скамейку. Ну, там, смотря, где купишь. Короче говоря, турник, стенка и брусья мне обошлись в 7 тысяч рублей, и купил я это все в девяткином. То есть, по сути, мне нужно было это только погрузить в тачку и выгрызть с нее. Скамейку купил на просвете за косарь. Короче, у людей спросил. Вот. Они были счастливы от нее, как можно скорее избавиться, но их достало. Вот. Не в самом, конечно, лучшем состоянии, но в целом за те деньги, которые я за нее отдал, а это именно косарь, вполне нормальный вариант. Покупка шведской стенки была, скорее, вынужденной мерой, потому что мое здоровье уже оставляет желать лучшего. И одной из немногих вещей, которые я могу сделать, чтобы улучшить свою жизнь, это, наверное, немножечко, по чуть-чуть, не торопясь заниматься спортом. Я не собираюсь достигать каких-то высот. Мне совершенно неинтересны даже малейшие результаты. Я хочу просто общий подкрепеж делать. Дальше. Я, короче, купил себе гитару. Это Martins 702. Вот. Фавка. Хочу сказать, что Martins уже не торт. Короче, когда-то очень... Ну, типа Martins вообще в целом. 1702-я, 1701-я модели. Это уже древнючие модели. Вообще 700-я серия. Уже, наверное, больше 10 лет ее выпускают. И там все было в порядке. И когда я купил эту гитару, я понял, что Martins уже не торт. Стучит она просто, блядь, мерзейшим образом. Замена струн вообще ничем не помогла. Струны лежат низко. Дерево нормальное, не пересохшее, без трещин. Но вот, увы и ах, Martins больше ничего хорошего не делает. Поэтому я ее продаю. Вот. Вместе с этим... Тут, короче, мои увеселения с трубой продолжаются. Вот. Я себе... Ну, вот сегодня, короче, пришел мне мундштук. Вот. Вот такой вот. Короче, с китаев этих ваших. Это семерочка. 7C. И после того, как я его поднес к рту, я тут же понял, что такое играть удобно. Короче, прям сразу сходу звук прям практически сразу встал. То есть, проблем с мундштуком, со звукоизвлечением просто нет по сравнению с тем, каким мой мундштук был до этого. То есть, у меня же мундштук, по-моему, троечка был. Слушали? Вот. То есть, он достаточно большой. И, ну, понятно, что ему уже херово. Потом. Еще, короче, есть одно из самых прикольных приобретений мной. Все это висеть сейчас крайне похапно, потому что это все отлаживается. Короче, я купил себе охранку простенькую. Вот. Это ЕМАСТИВ. Вот. Крайне простенькая охраночка. У меня есть ревон, собственно, который выдает, блин, там, вообще просто дичайший, там, просто вся голова вибрирует. Есть, короче, датчик D и объемник. Собственно, вот и все. Мне это обошлось каких-то смешных, там, меньше трех тысяч рублей. Эта штука умеет в Wi-Fi. То есть, ее можно по Wi-Fi, короче, кодить. И самое главное, у нее есть смс, ну, этот, сим-карта. Короче, есть много функций. Вот, там, частичная постановка, полная постановка, там, типа, можно расписание настраивать. Но это все, там, можно контролем чего-то доступа. Короче, к нему можно подключать кучу датчиков. Кучу всяких сенсоров, датчиков. И он может это все и менеджерить, или просто с них снимать информацию, или просто с ними работать. Короче, хочу купить себе немножко сенсоров. К чему разговор? Времена сейчас не лучшие. А юмор в том, что у нас начинают дергать двери. Короче, ситуация какая. Все чаще и чаще нам в двери пихают разного рода рекламу. И рекламу пихают очень разнообразную, типа, и в виде бумажек в двери, и в виде магнитиков. Короче, дичь. И все чаще и чаще днем, или вечером, или даже ночью ходят всякие люди и шаркуют. В твои там замочные скважины, или в замочные скважины соседей. Там делают вид, как будто они пьяные. Короче говоря, так себе мероприятие. И вместе с этим, короче, я хочу сделать себе парочку этих, парочку сенсоров повесить. И самое главное, хочу лампочку оповещения сделать, заказать, не знаю, неважно, что типа квартира под охраной, чтобы в нее просто никто не лез. Потому что и хочу еще этот, даже не муляж камеры, а полноценную камеру повесить у себя в коридоре. Ну, собственно, я с соседями пообщаюсь, вот, чтобы с этим было все в порядке. То есть, хочу пару муляжей повесить, а у себя, ну, опять же, это все надо обсуждать, еще нормальную камеру. Короче, в целом, можно купить недорогую камеру, там, буквально, там, в пределах двух тысяч, который будет подключаться либо через софтинки какой-то, либо вообще может быть автономный, но это надо гуглить. Так или иначе, сигналка, короче, и вообще в целом вот этот вот комплекс действий, как минимум, обезопасит хотя бы в пределах моего вот этого этажного холла, назовем его так. Все чаще, ну, у нас вот именно, не только в моем доме, а в целом в Мурино, количество бомжей, бичей, наркоманов, всякое, короче, обрыганье становится всех все сильно больше. Настолько, что аж прям, ну, уже потихонечку становится страшно и стремно. Поэтому сигналка, вот, я купил себе вот этот вот Емастив, я говорю, она мне обошлась, вот этот комплект, короче, объемник, ну, база, открытие дверей, ревун, объемник и два пультика, мне обошлось чуть больше двух с половиной тысяч, и это супер смешные бабки, то есть это вот прям, блядь, несерьезно. Я еще хочу докупить сенсор протечки воды, хочу купить этот, ну, дым, ну, типа, на наличие дыма хочу купить там два датчика, чтобы она сразу сработала. Ну, вот, ну, еще там по мелочи, и хочу себе еще камеру поставить, вот, камеру хочу поставить на дверь в основном, потому что с окна вряд ли кто-то зайдет, а вот со стороны двери есть вопросы, вот, так что вот такой меня интересует вариант в целом. По поводу машины появились вопросы по фарам, вот, сейчас надо что-то решать, потому что у меня, короче, фары глючат, и там где-то лампочка отходит, где-то провода, короче, надо что-то придумывать, потому что, ну, надо ремонтировать, скоро зима, и количество света будет все меньше и меньше, а у меня даже периодически лагает этот ближний, короче, такое все мероприятие. Ой, слушайте, сейчас вам расскажу, короче, бенды седьмые, у них же более большой дисплей, вот, и, ну, более энергоэффективный режим. Ё-моё, чего я дошел? Витьку, спасибо, дружище, рассказал за то, что вот на вот это вот движение, что, типа, поднимите запястье, чтобы включить просмотр, оказывается, тратится просто какое-то колоссальное количество энергии, и у меня бенды, ну, это, часы разряжались буквально, там, за 8-9 дней, ну, то есть, еще какие-то смешные, короче, смешное время, там, мониторинг сердца, там, всякая фигня, там, плюс, короче, я сначала отключил поднятие запястьем, и у меня время автоматически поднялось до двух недель, я такой, ничего себе, надо пойти дальше, я отключил нафиг все вообще датчики на бендах, вообще, тут все, что я мог отключить, я все отключил, перепроверил несколько раз, и знаете, что, короче, со 100% до 41%, они разрядились за 16, да, за 16 дней, до 41%, за 16 дней, то есть, этого у меня сейчас потенциально есть в районе, ну, типа, 100% больше 20 дней, я думаю, что где-то в районе 23, наверное, дней у меня есть в запасе, 23-24 дня, но, понимаете, разница между 8 дней и 23 дня, это вообще просто в три раза, в три раза разница, такие вот истории, я тут, короче, в Алиэкспрессе заказал себе незадорого трубу, думаю, блин, я какой молодец, короче, прям вообще за какие-то опрятные деньги, прям супер, что-то недорого, думаю, надо ждать, жду, 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 а потом начинаю вчитываться и понимаю, что я купил за 4 косаря чехол, и я такой, вот это я оболтус, короче, купил за 4 косаря себе чехол, и он ко мне вот в конце месяца должен прийти, и сегодня я опять заказал себе чехол, о, этот, трубу в чехле, вот, так что буду ждать, к началу следующего месяца должна подойти, вот, короче, на работе, тут появилась такая штука, короче, на работе, когда я устраивался на работу, это было там месяца 3-4 назад, мне предложили такую опцию, ты можешь работать с 7 или с 8 утра, тебе просто нужно предупредить, что ты хочешь работать с этого времени и, собственно, начинаешь работать, то есть не было, чтобы не было такого, что ты там захотел, пришел в 7, захотел, пришел в 8, захотел, пришел в 7, если решил в 7, ходи в 7, короче, я сейчас работаю уже в смену, ну, типа, сутки через трое, и вот какая штука, я, короче, страдаю дико от пробок, мне нужно, я работаю с 8, но для того, чтобы работать с 8, ты должен пересечь КПП не позднее 7-45, а проблема в том, что около моего завода на парковке уже в 7 парковочных мест нет, и что вы думаете, бы я, для того, чтобы приехать на работу к 7-45, я просыпаюсь в 5 утра, для того, чтобы в 6-30 уже выйти из дома, за 15 минут прогреть тачку, за 10 минут, там, за 12-15 доехать, успеть к 7, доехать на завод, и успеть занять, там, последнее, предпоследнее место, а потом, ну, там, вот в 6-55, в 7, и вот с 7 до 40, вот с 7 до 7-40 или 45, ты тупо сидишь, короче, и ждешь, пока закончится время, ну, бред же, но это еще не все, когда ты заканчиваешь смену, ты не можешь уйти с работы в 8, да, ты должен пересечь КПП не раньше 8-15, в 8-15 в моих краях наступает час пик, и это жесть, это просто, это безумие какое-то, последнюю смену, не вот эту вот, а предыдущую, я ехал домой через Кузьмолова, знаете почему? то есть, я ехал через Кузьмолова, там, что-то 30 километров, что-то минут 40 я ехал, там, с копейками, ехал потому, что от моего завода до въезда на КАД пробка была 2 часа, от моего завода через Лаврики до моего дома было полтора часа, там, плюс-минус, если, там, представьте себе, представьте, просто, я за 40 минут проехал 30 километров, короче, я прихожу к начальству, говорю, я хочу работать себе, и там началась грызня, там начался какой-то ад, срач, вообще, просто безумие какое-то, я пошел агитировать свои, ну, короче, они там срали, 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 я говорю, ну, что, я выхожу, он говорит, да, выходи, начальник мне говорит, мой непосредственный, сегодня, вот, уже, я со смены вышел в 7.15, и, вот, вчера на нее заступил в 6.45, про смену, а теперь смотрите, какая штука классная, я, короче, прогрел тачку, и до работы доехал буквально за 10 минут, раньше проспался в 5, а теперь в 4.30, вот, на полчаса раньше, ну, казалось бы, а теперь смотри, я просыпаюсь в 4.30, из дома выхожу в 6, прогреваю 15 минут тачку, ну, где-то в 6.15, 6.20 я выезжаю, за 15 минут, там, за 12 я доезжаю до работы, спокойненько беру свой рюкзачок, хавочку, и, короче, звездую на завод, и пересекаю спокойненько свою проходную, идеально, нигде не нужно сидеть, ничего не нужно дождать, половина, вот, ну, как минимум парковка, половина парковки уже свободна, потому что, ну, заводские тоже приезжают, они-то работают с 7, они приезжают пораньше, чтобы самые козырные места занять, короче, я в восторге, других ребят разубедили, отповадили, чтобы они не работали с 7, все согласились, я принципиально не собираюсь работать больше с 8, с 7 идеально, я посчитал по деньгам, короче, я в среднем, из-за того, что я работаю не с 8, а с 7, я буду экономить где-то в районе, короче, 4 тысяч на топливо, вы представляете, сколько я жгу топлива в пробках, ну, стоя там час, два, три, короче, вот каждую смену, утром, вечером, жесть, короче, не хочу, неинтересно, более того, я на конец месяца, я, ну, у меня набегает чуть меньше суток, тупо во времени ожидания, бред же ж, бред же ж, а, про бич-пакеты, короче, я на работе, на работе у меня в будние дни есть завтрак и обед, ужина нет, и его не купить, ну, то есть, из завода уходить очень проблематично, потому что у меня, ну, сутки, если что-то произойдет, аварийное, надо бежать, я беру с собой бич-пакеты, просто готовить ненавижу, просто ненавижу готовить, я, короче, перепробовал практически все бич-пакеты, я покупал бич-пакеты и подороже, и подешевле, и разных фирм, и какие-нибудь там трушные, и не трушные, и подорожные, как вы думаете, какой доширак, какой бич-пакет оказался чуть ли не самым вкусным, самым адекватным, и вообще по соотношению цена-качество-вкус просто сказка какая-то, бич-пакеты каждый день, у Ашана реально есть бич-пакеты каждый день, сейчас у меня где-то они, у меня даже для них теперь отдельная полка есть, вот такие вот, короче, бич-пакеты, по соотношению цена-качество просто, я не знаю, просто чуба, когда берешь какой-нибудь роллтон или биг-бон, его высыпаешь эти у вкуснители, и все воняет какой-то химией, короче, прям дикой химией, здесь высыпаешь, пахнет укропом, и петрушкой, и количество лапши там нормальное, и вообще в целом, ну как бы, и стоят они адекватно 33 рубля за бич-пак, типа, просто охеренно, на мой взгляд, так что вот, если у вас проблемы с бич-пакетами, настоятельно рекомендую попробовать бич-пакеты каждый день, и я вот именно вот в тарелке, проблема, короче, с мужским бельем, тоже, кстати, хочу вам рассказать, тоже постоянно горит жопа с этого, при том, что и в буквальном переносном смысле, короче, мужского белья, нормального, хорошего, да, при том, что еще и удобного, его фактически нет, большинство белья, которые вы можете найти на прилавках, магазинах, даже не самых дешевых, это в основном либо семейники, ублюдские, либо крайне конченые боксеры, ну, мне не нравятся ни первое, ни второе, одна из самых главных проблем, блять, семейников, во-первых, они очень большие и всегда ужасно выглядят, а боксеры, проблема в том, что в них приедет жопа, и не только жопа, еще и яйца, то есть, чего-то компромиссного нет, то есть, хорошее белье, даже за хорошие деньги мужчине не купить, что самое запахное, женского белья просто, блять, вот выбирай просто вдоль и поперед, мужского белья нет, короче, я докатился до того, что я теперь с каждым заказом с Алиэкспресса, я теперь заказываю пару-тройку пар трусов с Алиэкспресса, чтобы подобрать и попробовать. Заказчики начали охеревать от цен и стоимости оборудования по электрике. Уже несколько шабашек у меня в целом, ну, просто, мягко говоря, отваливаются. Сейчас объясню. На днях тут ездил в Новые Осильки, и там у мужчины, короче, у заказчика какие-то свои дома, ну, типа, несколько объектов на территории, на земле, их нужно приводить в порядок по электрике, то есть, там, розетки, выключатели, освещение, вот это вот все. Дом обычный каркасный. По нормам в каркаснике надо выполнять проводку в краснометке, ну, или около того. Но, как бы, большинство типа краснометки это слишком круто, фельдоперцево, и стоит каких-то просто колоссальных деньжищ, особенно толстая. В основном это делают в металл-рукаве. И что вы думаете? Чувак поехал в Леруа, и увидел, что 15 метров металл-рукава стоит 2000 рублей. Где-то в другом месте Петрович, по-моему, он говорил, 2500 рублей. То есть, просто, блядь, колоссальные бабки. И это только начало. Я говорю, как бы, я сразу сказал человеку, ищи в авито, потому что куча монтажников, которые, в целом, сливают оборудование, вообще, там, без обесценок, лишь бы-лижбы. Ну, потому что продавать некуда, ну, девать, вернее, некуда, хоть что-то. И вот он сейчас нашел, и у него сейчас проблемы и с кабелем, ну, вот металл-рукав он решил, и сейчас у него проблемы с установочным оборудованием. Потому что я всем советую, берите, там, Легранд, АББ, Хаггер, но АББ уже нет, Хаггера уже нет, Семенса вообще подавно нет. Алигранда осталась уже с Гулькин Нос. И я сто процентов дую, сейчас его качество упадет просто в разы. И реально уже вот-вот мы подходим к тому, что, походу, я скоро буду советовать TDM, Schneider, там, DKF, и то, по-моему, сейчас... Вот, TDM, Deathcraft и вот эта вот прочая хрень. Это, конечно, плохо, это прям ужасно. Но вот такие вот дела, собственно, извините, пожалуйста, так сказать. Ничего не попишешь. С расходником вот такие вот истории. Так что я не знаю, на самом деле, что советовать сейчас людям, потому что сам не понимаю, как работает рынок. Походу, я в ближайшее время буду закупаться. Еще я, кстати, хотел тоже, это уже будет зарплату, ну, типа, где-то через пару-тройку недель. Короче, я буду закупать на пробу китайское оборудование, которое продается в Алиэкспресс, там, всякие там автоматы, выключатели, розетки, УЗО, там, ДИФы и тому подобное. И буду тестить отдельные, буду ставить какие-то системы, видимо, обогреватели, и еще что-то буду перегружать. Буду пробовать, потому что, ну, очевидно, что скоро мы будем переезжать. В смысле, скоро будем переезжать на какие-то вот такие вот такое оборудование, где должно быть максимально дешево, но при этом работало. Печально, прискорбно, но к этому все идет. Я давно, конечно, хотел потестить что-то, но если в Китае будет хорошее оборудование, ну, то есть за адекватные деньги, да, то есть по цене вот этих вот Леграндов, Хаггеров и тому подобных, АБУБшек, если они за те же деньги будут предоставлять хотя бы английское качество, потому что Девкрафты, ЕКФ, ТТМ и прочие там, и ЕКи, они такого качества не предоставляют уровни АББ или Гранда, да, или Хаггера. Все-таки не то, совершенно не то. То, значит, я буду уже закупаться объемами с Китая и ставить принципиальное китайское оборудование. Ну, потому что это печаль, какая-то беда. Что еще? Да, наверное, короче, я тут Витечка 5, дружище, меня дарил вот какой штукой. Сейчас покажу. Дал, короче, погонять мне PS Vita. Мне кошмарно понравилось. Я прям дико рад и крайне доволен. Кроме одного. Оказывается, у них у всех большие проблемы с дрифтящими стиками. Я купил себе стики, их надо заменить. И сегодня выяснилось, что еще и проблема с курком справа. Короче, PS Vita классная система. Мне все нравится. Я ее и прошил, и нагрузил игр. Короче, игры классные. Ну, блядь, сами кнопки, сами манипуляторы, само вот это вот все. Ну, какого-то, ну, просто ужаснейшего качества. Я прям дичайше разочарован, потому что вроде как не дешевые приставки. Их продают прям вообще не за копейки. То есть, реально, самая дешевая Vita, которую я видел, она стоит 7 косарей. Ну, то есть, это как бы для приставки, которую уже, по-моему, лет 10 не выпускают. Ну, такое себе. А детали сколько стоит? Это вообще просто космос. Местный, короче, местная барыжня продает в среднем один джойстик. Вот у меня один дрифтит. Один джойстик продают в среднем 1903 тысячи. Вот где-то в этих диапазонах просто охереть, какие цены. Я просто, блядь, в шоке. С учетом того, что 500 рублей джойстик стоит в Китае. В данный момент, короче, дела с баянами, аккордеонами полностью и целиком заглохли. Я ими вообще не занимаюсь. Ни в плане музыки, ни в плане техники. Просто нет на это времени. И в данный момент в целом желания. Хотя есть уже все необходимое для того, чтобы это все ремонтировать. Ну, вот как-то так, увы и ах. Ну, а про историю, про то, как у меня как бы чуть-чуть, вроде как где-то там, и все мои переживания касаемо как бы машину, как я не мог найти, это вы смотрите, короче, на канале. Уже ролик лежит. За 4 часа жизни я или за 5 я пережил реально все возможные эмоции. И когда все закончилось, я такой хил, такой просто сидел и охеребал от происходящего. Я был просто выжат, разрушен. Это было, конечно, что-то. Вот и, наверное, и все истории на сегодняшний день, которые я хотел вам рассказать. Ладно, в любом случае, я желаю вам хорошей теплой осени, легкой работы, крепкого здоровья. Не забывайте поддерживать его витаминками. Кушайте фрукты или пропивайте витаминные комплексы. Главное, берегите себя и свое здоровье, ребят. Сейчас самое тяжелое время для здоровья и самое важное для того, чтобы вы не заболели, потому что свалиться сейчас будет легче всего. Эпидемии, как говорится, демисезонные такие. Ну, а на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал, все ссылки в описании. Рад был вас видеть. Приятно, что вы остаетесь со мной и смотрите мои видео. Пока и до скорого видео.